Домик рассчитан на два человека в базовом размещении и с дополнительными местами до четырех человек. То есть у нас есть спальня двухместная отдельно, комната в середине отдыха, где будет диван, который может трансформироваться в двухспальное место, и зона санузла, душ. То есть по сути все удобства отеля, как минимум трехзвездочного, здесь будут предоставлены. Это внутри. А стены, клееный брус, то есть дополнительной отделки не требуют. При этом сам материал крепче обычного. Так будет выглядеть только один из 21 домика для глэмпинга, который прямо сейчас строит в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. Как только это место мы увидели, сразу у нас сошлись все звезды, и очень оно нам подошло. Но считается три основные составляющие для удачного места. Это лес, вода и возвышенность. Там горы, либо возвышенность, холм. В нашем случае у нас великолепная березовая роща, такая строевая, скажем так, молодая строевая. У нас буквально в 500 метрах от нас русло Оки. Мы с противоположной стороны от села Солочи находимся. И у нас возвышенность, здесь высокий берег Оки. Глэмпинг – это разновидность кемпинга. Только если последний отдых с палатками в окружении дикой природы, то в данном случае от благ цивилизации можно не отказываться. Идея такого отдыха зародилась в Британии в 2005-м, а до России добралась 11 лет спустя. Кстати, первый глэмпинг тогда появился на берегу Оки, как и сейчас. В рамках национального проекта средства выделялись на некапитальные средства размещения и обеспечивающую инфраструктуру на сети, на инженерные, куда можно было деньги направлять. В нашем случае более 30 миллионов было выделено. Не буду сейчас с копейками все считать. И с финансированием должно быть со стороны компании, которая запрашивала субсидию, не менее 50%. То есть, по сути, 60 миллионов плюс – это минимальная сумма, которая будет потрачена. А в наших желаниях, возможностях потратить гораздо больше. А раз это национальный проект, то и надзор ведется соответствующий. Сегодня строительную площадку будущего глэмпинга посетили сотрудники прокуратуры Рыбновского района. На момент проверки о ресурс заключены договоры на поставку 21 туристических модулей. Заключен договор на обеспечение места реализации проекта энергоснабжением. Смонтировано 21 свайное поле. Собраны туристические модули. Ведет с утеплением теплового контура. Проложены инженерные коммуникации. По результатам проверки директору общества объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при реализации национального проекта «Туризм. Индустрия. Гостеприимство». График работы есть. Первый этап должны закончить уже в августе. А второй – полностью подготовить дома, чтобы в них можно было жить к концу декабря. Но, говорят, постараются сдать раньше. А если не получится даже вовремя, то в дело вступит прокуратура. Ведомстве отмечают, что в случае нарушения федерального законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования незамедлительно.